Желтобрюхи, двукрылые и темноусы. Такого незнакомца встретил житель Барнаула. По словам антомологов, это и впрямь разновидность комаров. Причем древнейшая, рода с цероид или листовые комарики. Но в отличие от своих кровожадных сородичей, человеком они не интересуются. Хоботки у взрослых особей с цероид недоразвиты. Они ничем не питаются, а потому живут не более двух недель. А вот их личинки весьма прожорливы. Едят разложение и участвуют в перегное почвы. В природе они очень полезны. Если их много, следовательно, будет очень активно идти. Вот перегной листовой они участвуют в переработке. В теплицах помогают улучшать почву. Вот взрослые безобидные функции спаривания, оплодотворения, отложить яйца. Все. Встречаются они во влажных и теплых местах по всему миру. О желтобрюхих цар, говорят эксперты. Много в соседней республике Алтай. В Барнаул их могло занести недавними ураганами и колебаниями температур. Но неизменными спутниками по-прежнему остаются обычные комары-домошки. Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, в июле их численность в крае выросла вдвое. Там же подчеркнули, что это циклический процесс, который на Алтае регистрируется в среднем раз в 3-5 лет. Похожая ситуация и в других регионах. В Красноярском крае засняли жутковатые кадры окровавленного мужчины. По словам человека за кадром, мужчину искусала в тундре мошка. Тот, якобы в нетрезвом виде, уснул на свежем воздухе и просто не чувствовал укусов. Дальнейшая судьба героя видео неизвестна. А вот как справляются с комариной атакой барнаульцы, особенно лесники, дачники и садоводы. А без комара как же. Своя прелесть в жизни. Когда комар укусит, спать не надо, дремать. Человек не будет, бодрый будет. Это же как иглу рукава. Ну это же сад, это же любовь. А когда любовь не воспринимаешь комфортно, некомфортно. Да, комфорта нет, но это все от души делается. Легко, изящно, изысканно. Когда не заедают, особенно я живу в Барнаулке, там невыносимо выйти. Ну не стали нигде травить вообще. Съедать в прошлом году меньше было комаров, а нынче сильно много, чересчур даже много. И такое иглоукалывание придется еще потерпеть. Развитие у насекомых идет порядка месяца, поэтому наплыв может прекратиться лишь к концу июля или началу августа. А если в крае сохранятся высокая влажность и жара, то загостятся комары еще долго. Но вся надежда остается на голодных стрекоз. И их, к слову, в крае уже замечают. Мария Мацелл, Анаслав Ковалев. День с толком.